Оля чикос, чикас, чикитас! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман и сегодня у нас с вами будет очень важный и очень нужный технический, вернее сантехнический ролик. Давайте поговорим с вами про вселенскую боль яхтсменов. Что на лодке может быть самое ужасное? Что владельцы лодок ненавидят больше всего? Что вызывает просто желчь, подходящую горлу и ненависть? Это чистку туалетов. Мы будем заниматься улучшением и ставить офигенную систему на слив туалета. А зачем это и почему и что собственно мы улучшим? Прямо сейчас поехали! Но прежде чем мы начнем, я хочу напомнить вам, что нашим партнером является компания Aviasales. Кстати, у Aviasales есть направление для бизнеса. Для юридических лиц Aviasales берет на себя всю рутину, всю бюрократию связанную с организацией командировок. Поэтому, если вашим сотрудникам нужно куда-то лететь, то вся организация процессов может быть на плечах партнера Aviasales. А мы продолжаем. Ну что, давайте посмотрим, как сделана система, которая стоит у нас сейчас, чтобы вы понимали, как это все работает. И я покажу, какие улучшения я планирую поставить. Пришло то время, когда вы решили сделать свое черное дело. Итак, ваза унитаза. В электрической системе смыва туалета есть две кнопки. Первая полностью автоматическая. К ней мы вернемся немножко позже. А нижняя разделена на две функции. Первая – это сливают воду. Вторая кнопка – это подача воды. В вазе начинает работать мотор-мицератор, который перемалывает все, что там есть. И также прямо в этом мицераторе встроен импеллер, который это все проталкивает далее в холдинг-танк. А там уже оно либо хранится, либо вытекает наружу. В большинстве лодок подача воды сделана соленая. Есть подача воды, водяная помпа, которая нагнетает воду непосредственно в вазу. Если промывка туалета идет пресной водой, значит вода берется не забортная, не соленая. То есть стоит такая же помпа, которая из бака качает воду прямо в вазу. Верхняя кнопка, когда мы ее нажимаем, срабатывает одновременно и мицератор, который откачивает, и помпа, которая накачивает. Итак, это полный цикл работы. Ну вот мы подошли к тому, что же я хочу изменить. Я хочу сделать так, чтобы наряду с подачей соленой воды была возможность подачи пресной воды. Но отдельную помпу я ставить не хочу. Я буду пользоваться давлением в магистрали. То есть тем давлением, который в принципе создается помпой пресной воды в лодке. Поэтому в систему я добавляю электрический клапан. Давление в системе постоянно присутствует. Электрический клапан нормально закрыт. То есть он постоянно не потребляет электричество. Он просто не пропускает воду. В момент, когда я буду нажимать кнопочку, открывается клапан и давление из системы наполняет вазу. То есть я могу смывать как пресной, так и соленой. Либо смывать соленой, а потом промывать пресной водой. Если вы не видели у нас раньше ролик, я вот ссылочку даю как раз про то, как кальцинируются туалеты, как они забиваются и как это все чинить. Жесть жуткая. Воняет потом даже наверное через экраны мониторов, когда вот это вот все происходит. Неужели люди гадят таким ядом, который просто забивает все трубы? На самом деле нет. Если мы говорим о кальцинации систем, то это связано с промывкой их соленой водой. Когда все проталкивается через трубу, соленая вода остается на стенках. И чем ближе к вазе, тем эта вода там стоит постоянно. И соль оседает на стенках. И мы получаем в итоге кальцинированные трубы, у которых внутренний диаметр уменьшается, уменьшается, уменьшается. И потом кто-то съедает арбузную косточку. И она делает такая пау туда и все. И ваша ваза набирается водой. И начинается самый большой кошмар. Потому что, чтобы этот бульончик слить, нет решений. Нет. Единственная возможность слить бульон, это отсоединить шланг. Но как вы понимаете, в тот момент, когда вы его отсоединяете, это все сливается вам на ноги. Да. И нет вариантов. Нет вообще никаких. Короче, от этого можно избавиться. И сегодня мы будем это делать. Если в случае с бульоном ситуацию уже никак не исправить, можно только по каким-то косвенным признакам догадаться, что это скоро произойдет. Типа, когда в унитазе начинается вот такой вортекс. Это значит уже кальцинация, либо что-то забило на мецераторе. Но можно сделать так, чтобы кальцинация случалась значительно меньше. Для этого нам нужно систему промыть пресной водой. Я не говорю переключать туалеты на промывку пресной. Есть лодки, у которых система сделана таким образом, что туалеты смываются только пресной водой. В этом случае получается большой перерасход пресной воды, что меня в принципе совершенно не устраивает. Мне нравится смывать вазы соленой водой, но при этом есть классная возможность сделать потом промывку пресной из бака. Много не расходует и помогает избежать кальцинации. И период обслуживания увеличить просто несколько раз. И я решил это сделать, потому что очень не люблю копаться в каккахах. Но перед тем, как вот это вот все мы начинаем, проверьте подписку, проверьте колокол. Потому что нужно понимать, что новые видео к вам будут приходить прямо на компьютер. А мы продолжаем наш технический сантехнический выпуск. Сегодня у нас пришла посылка с Amazon наконец-то. И помимо того, что я поставлю систему промывки пресной водой самой вазы, мы еще сделаем в этом выпуске небольшое улучшение той системы подключения пресной воды, которая была уже установлена. Потому что, как вы понимаете, я вам говорил, что это было временное решение. Концепт рабочий, концепт удался. И сейчас мы сделаем из временной системы постоянную. Вот так выходишь, а у тебя здесь лежит посылка. Так, это наш фильтр. Обычный стандартный фильтр. Единственное, что у него есть, что нет у меня в том фильтре, это крепление на стену. Так, таких штуки у нас две. Смотрите, какая офигенная работа над ошибками была проведена. Поэтому у нас теперь вот такие красивые тройнички, которые мы будем подключать. Еще я купил вот такую систему. Она очень похожая на ту, которая у меня стояла. Но есть момент. Мы ее будем делать не на вход, а на выход. Ну и кнопочка, кнопочка. Мы ее сейчас померяем. Лента из кружка детского сантехника. Смотрите, какого она размера. Для детских садов с сантехническим уклоном. И у меня идея поставить ее вот сюда. Потому что здесь можно будет нажимать слив. А если их нажимать одновременно, то будет сливаться. Ой, она еще и с положением. Ну ладно, главное об этом не забыть. Нажали, начинает течь пресная вода. Нажали, перестала течь пресная вода. Набрали, нажали, слили. Вот такая вот идея. Я думаю, что этой кнопочке место будет вот просто здесь, вот прямо тут. Вот, конечно, плохо, что нету такого толстого у меня сверла, блин, к сожалению. Ну, вроде как получилось красиво. А если еще учесть, что теперь наша кнопочка сюда. Так, для начала отключаем давление в системе. Теперь идем и сливаем воду. Я закрыл воду подачу, которая у нас шла с берега. И выключил помпу, которая дает воду в систему. Все, давление у нас больше в системе нет. Теперь начинаем разбирать. Нужен шланг холодной воды. Так, есть. Кусь-кусь. Так, это у нас подключение душа. Мы его не трогаем. А нам нужно подключение основное. Так, все. Это у нас разобрано. А вот у нас идет основной шланг подачи воды. И вот он нам как раз и нужен. Вот это основные магистрали. Это холодная. Внутри идет еще одна трубка, которая армированная волокном. То есть это очень надежная система. Спрашивали, почему не на жестких. Потому что все, что жесткое, будет сломано. Но есть прикол. Вот эта система. Тройничок. Видите, он больше. И это связано с тем, что если это 15 миллиметров, то этот 16 миллиметров, потому что у нас идут американские регионы, американский стандарт. Поэтому сейчас вот его нужно будет натянуть вот сюда. Но делается это просто. Нужно просто горячая вода. Закипятим воду. Поварим шланг. И он станет мягкий. И засунем. Так. Вот у нас эта штука. Втыкаем ее сюда. Все. 15 миллиметров заходит шикарно. Потом надеваем сюда обжим. И затягиваем. Все. Так. Вот. Тройник. А это все на самом деле уже можно будет собирать. Давайте я вам покажу сейчас одну интересную вещь. Смотрите. Вот у нас идет труба. И есть вот такой тройник. Вот этот тройник вот здесь вот, скажем так, болтается. То есть если его просто обжать, то может быть проблема. Но вот эти трубы все, они миллиметровые. В американском регионе все дюймовое. И оно часто не стыкуется. Потому что труба, по-моему, 20 миллиметров. Или 21. А вот эта часть, это три четверти дюйма, которая меньше. По-моему, 19 миллиметров. А вот эта труба, это нужно 7 восьмых. Короче, реально задолбали. Очень тяжело с этими дюймами и миллиметрами вечно стыковать. Но это особенность яхтинга в регионе. Имейте в виду, что если вы в таком регионе, придется изворачиваться. Есть решение. Очень элегантное. То есть как сделать так, чтобы вот эта штука здесь нормально обжалась. Берем факел. Торч. Берем термоусадку. Но прикол термоусадки в том, что внутри этой термоусадки есть клей. Это специальная термоусадка швейцарская. Она другая не бывает. Берем торч. Начинаем его аккуратненько обжимать. Вот вы видите, даже видно вот ребрышки, насколько она его хорошо обжала. Теперь так же делаем с вот этой стороны. Получилось вот такое элегантное решение, которое теперь прекрасно войдет в эту трубку, которая миллиметровая с три четверти. Просто чтобы знали, как можно выкрутиться из этой ситуации. Но на самом деле я даже переделывать не буду, потому что это хорошее решение и оно надежное. Далее мы лезем вот туда и прямо вот она туда заходит. Идеально. Обжимаем. Заходит идеально. Обжимаем. Перфект. Только это нужно сделать внутри, потому что отверстие маленькое, оно туда не пролезет. Вот у нас идет вот это подача воды. Это подключение к крану. Душ. И дальше пошла у нас пресная вода на валв. Вот у нас идет направление, откуда вода течет, куда перекрывает. И этот тройник, который будет уходить именно в туалетный слив. И все. Получается, что у нас система собрана. Подключаем, проверяем. Все разводим по тем местам, которые нужно. Так, подключаем эти все коннекторы. Так, садись сюда. Так. Душ есть. Так. Раз, два. Все. Эти штатные. От него идет вниз. Тройник. И вот он выходит. Отлично. Сука, как удобно. Очень жутко неудобно. Так, теперь осталось вот эту подключить туда. Каким-то раком нужно туда изловчиться залезть. Вот оно у нас подключено. Так, задняя самая труба. Это у нас как раз подведение воды слива. Дальше у нас идет сюда. Сюда. Ну что, проверяем. Набирается. Открываем. Сливается. Смотрим, нигде ли не течет. Нет, все нормально. Нигде не течет. Так, теперь проверяем на утечке холодную воду. Для этого нужно включить помпу или подать с берега. Ну, давайте помпу. Есть, проверяем. Есть. Отлично. Так, смотрим, не течет ли нигде свет. Нет, тут все хорошо. Сухо. Там сухо. Здесь с двух сторон тоже не течет. А теперь попробуем мы подать питание на Valve. И посмотрим, будет ли он включать воду, которая будет просто течь в унитаз. Нашел питание. Черное и красное. Это питание, которое заходит сюда. Паяльничек. Вот я буду это все спаивать. Короче, питание будет подаваться. И отсюда уже идти к кнопочке. Такс. Это у нас тоже спаяно. Одеваем. И термоусадочкой. Как вы понимаете, паять удобно, пи***ц. Тут немного, тут как бы несколько контактов. Просто нужно именно здесь, потому что клеммник здесь, и его нужно исправить. Потому что тут есть одна непропайка, и я его вытащить не могу. И еще один шнурок подпаять. Бл***ь! 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 полюси пиво возьму не просто пел только что от этого всего ненавижу просто зло взяла извините вырвалась был напуган так все все пропайки вот наш желто-блокитный вот наш желто-блокитный клапан подпаяна 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 так все есть согласно схемы все есть теперь проверяем подключаем кнопочку красиво горит во включенном положении ну во всяком случае клацает вот он делает и все не понимаю так мало пропускает очень фигня какая-то оно должно нормально должна включаться помпа потому что это же считайте кран который открыть и он будет постоянно наливать а им смотрим как устроено так она сделала так же как я уже понял она сделана прямо вот точно так же как у меня электро клатч типа открыто закрыто на моем здесь короче большой магнит моем автопилоте здесь большой магнит который открывает и закрывает очень примитивная система но очень надежная страна чего не работает чья проверил и на одном и на втором она открывает если нажать сюда подуть то оно получается проходит то есть там ничего не держит мистика я заметил смотрите есть нету просто нету подачи вот я включил помпу есть нет гостевой горячий холодный все прекрасно то есть у нас где-то не идет холодная вода и почему-то она где-то перекрыта почему а вот и ответ просто перегнутый шланг вот и вся история шланг ровный ну все я думаю сейчас будет работать фух проверяем работает работает все до холодная пошла все оказывается просто был пережат шланг открываем толчок берем кнопку но арбайт он отлично и после этого мы просто нажимаем слив она наливает 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 и это пресная вода если нам ее нужно отключить все нажали наливается надо слить прощай кальцинация ненавижу кальцинацию ненавижу в говне рыться надо один раз вот так сделать и будет прекрасный слив пресной водой можно будет помыть трубы особенно если не часто пользуешься чтобы не душем промывать именно просто кнопочку нажал и все а теперь все собираем красивенько и делаем прямо правильно все есть вот так выглядит и вот так работает может какой-то зумер поставить чтобы пищало не так достаточно самое страшное что произойдет ну сольет на пол блин 400 литров воды если вот это вот момент про динамит осталось сейчас одеть только в кожу кондиционера и все у нас здесь уже эта часть все готовы что с этим туалетом у нас все получилось теперь второй я проверил там сзади нормально все вот вот Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Да, я думаю, вполне прекрасно Добавил субтитры DimaTorzok 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 просто вареная труба задачка такая идеально просто забыл закрутить все у нас есть давление магистрали работает через фильтр но это еще не все то что фильтр я хотел поставить снаружи это как бы так и задумывалась потому что кстати после комментариев я подумал что наверное вот эти вот системы которые там в теории могут протекать лучше держать снаружи тем более здесь есть ринз если что она начнет протекать будет себе утекать в океан так пока вот система что у нас здесь подача фильтр краник но это краник который идет на шланге краник который собственно перекрывает воду это все быстро можно раскрутить вот этим сетапом все а мы сейчас полезем внутрь потому что у меня там тоже есть переделки вот это наша система подачи воды там давление сейчас нет поэтому ее можно смело открутить ну почти нет извините давление есть вот и все так смотрите что здесь будет стоять у нас я думаю вы уже поняли что это это электрический клапан который отключает воду если у нас протечка и билдж начинает наполняться а я покажу как это я сделаю все разбираем все разбираем так эта часть готова далее она у нас идет сюда на тройничок у нас готова вот это вот все а я вам сейчас покажу зачем что поняли для чего это или не совсем сюда будет заходить вода а здесь она будет подключение на выход для того чтобы я мог мыть лодку чтобы было постоянно и удобное включение а вот эту часть мы заведем сейчас в середину лодки и у нас там бу есть один шланг к которому эта штука сейчас подключится вот так сейчас выглядит у нас все а все почему потому что нам нужно вот сюда вот это та штука куда нам нужно подключить наш шланг который мы видим вот где-то наверное этот шланг идет с бака пресной воды в лодке идет с завода опция второй бак и он идет вот сюда я его отрезал сделал тройничок и подключил его за ресивером но есть один момент можно сделать так что с вот любой из магистралей подвести одну магистраль вот сюда открытием и закрытием вот этого крана можно будет еще и наливать баки пресной воды перед выходом просто пришел открыл налил удобно греть сейчас будет эту штуку здесь так все это есть ну все с этим вроде все душ подключен потом это все хомутиками притянем вот это идет подача выход дальше так шланг который идет внутрь мы его красивенько потом проведем ну что я думаю пришло время проверять так есть открываем открываем тут все окей все окей не течет я поставил еще один хомут здесь на всякий случай чтобы сюда поменьше лазить ну так все вроде нормально проверяем воду холодно горячая так у нас здесь жабка выключатель батарея помпа вместо помпы у нас будет естественно наш клапан ну все понятно так ладно делаем 2 жабка будет стоять вот здесь случае если здесь будет набираться вода куда где-то вот так вот как вы думаете вода не пойдет на самом деле конечно же не пойдет потому что здесь это прямо большая часть вот она чик включилась уровень воды вот так первая включилась вторая включилась все вот тут избил же идут провода мы сейчас вот это вот все туда под паелами аккуратненько проведем и пойдем в задний локер все это я туда завел провода я туда провел но провела их только до задней каюты там сейчас надо будет разбирать так это я все потом аккуратненько сложу это неважно я все подключил давление в магистрали есть я ее поднимаю то есть у нас сейчас давление нет потекло да короче работает стяжками все стянуто ну что интригу я дотянул что это как вот вы думаете это неспроста штука на самом деле у меня есть вот такая только со внутренней резьбой поэтому от этого переходника не будет просто где-то не могу найти и мы его вкрутим либо вот сюда в краник либо просто прямо чтобы этот тип торчал прямо из этой штучки он много места занимать не будет просто не могу его найти но для чего же это давайте я вам покажу и у нас есть шланг которым мы можем мыть лодку и не отключать не ходить на берег не заниматься подключениями у нас есть подключение которое будет работать для мытья от помпы которая стоит в лодке и от берега вне зависимости от того какое бы мы водяное питание не использовали мы можем быть лодку длинным шлангом по всей длине и этот шланг на стоянках не отключать мы можем заниматься теперь клинингом и не отключать лодку вот мы помыли и лодку а теперь делаем вот так и все и все и лодка постоянно подключена 1 коннектор вот этот коннектор с берега мы делаем щелк и у нас есть на лодке все что связано с водой и давление и туалеты и помыть лодку и все и не надо ничего подключать отключать офигенно мне очень нравится вот очередной технический выпуск подошел концу что мы получили в итоге систему постоянного подключения к берегу использование давления берега мы имеем защиту если наша лодка будет наполняться белч отключает подачу пресной воды я понимаю какое давление у нас есть магистрали и вообще это мне система очень нравится плюс я перевел лодку на ринс на промывку туалетов пресной водой я считаю что данная система должна быть в каждой лодке у каждого яхтсмена потому что возиться в какашках это ужасно и на самом деле цена вопроса относительно недорогая порядка 50 долларов за единицу за подключение и у вас получается возможность не заниматься раз в год декальцинации трубы вообще вот этим всем гадким занятием друзья подписываемся на канал ставим лайк колокол все дела потому что идей много есть что снимать и есть что вам рассказать рад был с вами пообщаться до следующей недели пока